Из книги «Открытым оком», том 15, тема Лапкин книги, вопрос 2933. Вы постоянно утверждаете и подтверждаете, что перевод Библии на русский язык весьма хорош и добротен. А сами сомневаетесь ли в каком-то месте писания, что оно все же неверно? Быть может переведено где-то? Были ли когда-то смущены необычностью перевода? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, «Мне и ныне смешно вспоминать, как вначале я прочитал Псалом 2-6. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Мне показалось, что тут нужно еще раз повторить предлог над перед святою горою моею. Но так как там этого нет, то я, веря во всемогущество Божие, подумал, неужели Бог поднял гору и горою благословил царя, сына? Все на этом мои сомнения закончились и уже на том стою 44 года». Иеремия 1.12. Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». Всегда ты, Господи, тех отличал, кто проповедовал твои учения, их частые молитвы принимал, и фимиам, и жертвоприношения. И хоть их кровь обильная текла, они при жизни были непреклонны, неверие в Господние законы, вовек не омрачала их чела. «Пусть им порою не хватало сил, они Твою несли повсюду слово, и Ты их, милосердный, возродил из праха, из ничтожества земного». Ученики апостолов святых, они сумели, претерпев страдания, увидеть в слепоте сует земных, заметное не всем Твое сияние. И к пиршествам причастны неземным, теперь они блаженствуют провидцы. Наставь меня, чтоб я подобно им спасение принял с Твоей десницы. Блажен, кто в пламени горел, кто пролил и кровь, и слезы избранной Тобой, и те блаженные, что по доброй воле ушли навек от суеты мирской. Они попрали все свои сомнения, и Велиар не смог их побороть на бранном поле жизни, где в варенье извечно пребывает дух и плоть. В морских волнах они достигли суши, обетованный отыскав предел, и возродились легкие их души со скиниями их тяжелых тел, и заблестели неземной красою на их главах венцы в сиянии дня, поддержанного их мольбой святою. Причисли к ним, поддержанного их мольбой святою, причисли к ним и грешного меня, Грегори Нарикасе. Причисли к ним, поддержанного их мольбой святою.